Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава второй книги Парлипомэнон, перевод российского библейского общества, я читаю его для библейского портала экзегет. Ну и вот у нас с вами завершается строительство Соломонова храма и, собственно, его подготовка, что называется, к инаугурации, к тому, чтобы его окончательно уже открыть. Завершив все работы по строительству храма Господа, царь Соломон перенес туда дары, которые его отец Давид посвятил Господу, серебро, золото и прочую утварь, и поместил их в сокровищницу храма Божьего. Это постоянно подчеркивается, Давид не увидел ни одного камня храма, но Давид все приготовил, Давид все замыслил, этот храм был воплощением идеи Давида. И, конечно, такое прекрасное напоминание, что большие дела, которые мы при жизни замышляем или начинаем делать, они очень часто заканчиваются спустя годы после нашей смерти, и мы не видим плодов своих рук, но это не повод опускать руки. И вот созвал Соломон, старейшин Израиля, всех главпремен и вождей родов израильских к себе в Иерусалим. Тоже постоянно подчеркивается, что все делается в единстве с народом, а не просто его личной инициативой. Чтобы вынести ковчег договора с Господом из города Давидова, город Давидов — это Сион, а я напомню, что туда перенес Давид, этот самый ковчег, он там где-то в одном шатревске и неотдельной находится. Его нужно перенести в храм, который вот уже готов. Все израильтяне собрались к Союзу на праздник, это был седьмой месяц года. Когда пришли все старейшины Израиля, левиты подняли ковчег и понесли левиты, да, то есть все по определенным правилам, которые еще при Моисее были даны. И ковчег Господний, шатер встречи и всю священную утварь, что была в шатре, все это понесли левиты-священники, потомки леви, о котором одним принадлежало священное действие и богослужение. А царь Соломон и вся община Израиля созванные им приносили пред ковчегом в жертву столько баранов и быков, что нечесть их было не пересчитать. То есть несут этот ковчег и жертвы, жертвы, жертвы прямо вот устилают этот путь. Священники поставили ковчег договора с Господом, назначенное ему место в святилище храма, в святыне-святынь, то есть это самое внутреннее помещение, под сенью крыл Херувимовых. Херувима простирали крылья над местом, где находился ковчег, осеняя ковчег, и шесты для ношения ковчега. Шесты ковчега были такими длинными, что их торчащие концы были видны, если стать преднутренним святилищем, но снаружи они не были видны. Шесты для того, чтобы можно было переносить, да, вот до сих пор ковчег постоянно переносили, и эти шесты так и сохраняются. Так ковчег расположен и до ныне, когда автор это писал. Интересно, что он явно писал после плена, то есть после плена ковчег сохранялся. Куда делся потом, неизвестно, естественно, до наших дней он не дожил. Ковчеге не было ничего, кроме двух каменных плит, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил договор с израильтянами, ушедшими из Египта. То есть ковчег это, грубо говоря, большой сундук, который символически обозначает договор, заключенный израильтянами с Богом. Ну и в чем этот договор? Ну в том, что закон принят, заповеди приняты, вот текст их там содержится. И вот священники стали выходить из святилища, все собравшиеся там священники, к какому бы из подразделения они не относились, и предварительно осветили и очистили себя. То есть, помните, там было перечисление в конце первой книги, смена, они посменно заступают на служение, а тут собрались все поголовно. Все левитопевцы, Иосафа, Химана и Дутун вместе со своими сыновьями и родичами в одеждах из тонкого льняного полотна стоялись кимвалами, лирами и арфами к востоку от жертвенника. И с ними стояли 120 священников, которые трубили в трубы. Звуки труб сливались с пением, единым звучанием прославляя и восхваляя Господа. И вот описание этой торжественной церемонии. И вот когда провозгласили трубы, тарелки и все музыкальные инструменты, а певцы запели хваление Господа, он благ, навеки милость его. Такая фраза из псалмов, она там встречается. Тогда весь храм наполнился облаком. И священники не могли находиться пред облаком и продолжать свою службу. Это слава Господне наполнила собой храм Божий. То есть слава Господне не абстрактное понятие, но нечто физически ощутимое. Какое-то облако, которое не дает человеку находиться там. И это служит таким подтверждением, что да, действительно Господь все это принимает. И богослужение это всего лишь средство, а не самоцель. Оно нужно для того, чтобы воздать хвалу Господу. Но Господь может даже прервать это богослужение своим присутствием, потому что он важнее, чем то, что ему посвящено. Продолжение следует...